Для чего приходить мне в такие места, где ни правды, ни тени от прошлого нет, но однажды нагонит меня пустота этих вихрей и выкриков, мчащихся вслед. Действительно невозможно представить Константина мёртвым, ушедшим. И что, в конце концов, может нам сказать над Горобием? Сейчас я предоставлю слово поэту Александру Юдахину. Вот тут правильно сказали, просто был человек праздник, человек дождя, а был человек праздник. И человек, который умел дарить людям праздник, организовывать его своими книгами, своим обществом, своей любовью к жизни, своим благородным отношением к женщинам. И я его видел в разных компаниях, чаще видел в одной и той же компании. Но вот два человека, их нет, Юра, Коваль и Костя. Вот они для меня объединены тем, что они до конца и после конца остаются благородными людьми, не злыми, добрыми людьми. И людьми, которые любили жизнь. Я прочитаю несколько стихотворений, которые Костя любил. И про одно стихотворений он сказал, вот это посвяти мне, хотя бы первое его половину. Поймешься почему. Поймешься почему. Почему же я, любитель авантюрных, Красивых женщин, черт бы их побрал. Я мог бы жить свободно по-цыгански, Но я жую обед вегетриянский, Хожу на службу в новом сюртуке. Под пятьдесят имею вид спартанский, Цыганский плащ болится в сундуке. Свобода. Все вам кажется сердешное, Что вы лучшей участи достойны. Вон пастушки не хватает короля, А принцесса рвется чистить прохарян После битвы для любимого солдата. Дочь смотрителя ни в чем не виновата. Чтобы дикую природу победить, Нужно женщину водить хоть по-железке, По-солдатски нужно женщину любить, А прощать и угощать по-королевски. Одна по-купецки оделась, Лелея шальной аппетит. Ее беззаветная ревность Да ныне в печенках сидит. Другая была непохожа, Влила шелковистую сеть, Стройна, но ж одна толстокожа, И все порывается петь. А третья тиха и послушна, В нее-то я душу вложил, Отчасти была равнодушна И к близким своим, и к чужим. Ошибки бессмертные эти Не кто-то, а я совершил. Как жить без ошибок на свете? Не знаю, еще не решил. И купец. Я полюбил, я выл от вожделения, Ломила ноги, ныла голова. Ни пьяный я, ни панинское пенье Не помогали страстные слова, Шептали сами огненные губы. Я понимал, что я схожу с ума, То выбегал в шальной мороз без шубы, То раздавал товары задарма, А то кулак закусывал до боли. Превозмогая дикую любовь, В конце концов, призыв о слепшей воле, Разжег в любимой ледяную кровь. Молочная щека порозовела, Живая грудь под шелком напряглась, И не успел моргнуть, А королева заезжему гусару отдалась. АПЛОДИСМЕНТЫ Александра Юграфина, позвольте считать спором и разговором с Константином Сергеевым, о женщинах и любви. Мы находимся в здании, которое сыграло большую роль в жизни Константина, в жизни литературы. Здесь происходило разное в каждом из залов. Тут происходили поработки, похороны, банкеты, и многое другое, чем славна и ужасна литература. Но Константин любил букеты и ресторан, то, что мы навеки потеряли. Однако, и здесь ему случалось бывать, и в этом помещении. А тут находится его друг и коллега по СДЛ. Я говорился, конечно, когда назвал Айзенберга старейшим, я имел в виду только срок давности. Но с тех пор, как я переступил порог этого ужасного дома, прошло много лет, и чуть ли не в первый день я познакомился с Леонидом Сергеевым, который отнесся ко мне и принял меня по-свойски. И вот мы жаждем его выступления. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Мне... Ваш половинный год прошло, да? Мне до сих пор никак не верится, что хвости нет. АПЛОДИСМЕНТЫ Иногда я прихожу сюда, а АЦДЛ уже не тот. Миша имел в виду то великолепие клуба, когда здесь стояло дымное застолье, когда здесь бывали прекрасные писатели, а не просто литераторы, которые сейчас там пишут чёрт-те что. АПЛОДИСМЕНТЫ И мне никак не верится, что возьмёшь так линку лодки внизу в бухгейке, сидишь и думаешь, вот сейчас пусть и войдёт. Своей неизменной синей кепочкой, со своим великолепным зверинцем, парсиков, короликов, медвежа, непременно кто-то из моего поколения или совсем юные ребята, а то и иностранцы какие-нибудь. Ведь он же был открыт, общителен, прожелателен. И обладал каким-то магнетизмом. Он притягивал к себе, просят, совершенно разных людей, независимо от возраста. Но были там какие-то бизнесмены вроде Розанова и какие-то доходяги с улицы. Чёрт-те кто, и писатели, и художники, и музыканты. Он вечно скалачивал, куда-то спешил, скалачивал какие-то компании. Отсюда он тащил на всех в консервы, в консерваторию, столовую. Оттуда куда-нибудь там, в Семёнову мастерскую или кому-нибудь друзей. И мне никак не верится, что всё это другое. Пусть ведь был, конечно, очень красивым человеком. Очень. Великолепно сложённый, бывший конкобежец и волейполист. Полон каких-то невероятных планов постоянно. Но вот так случилось. Собственно, и не курил вроде бы, и пил-то только сухое вино. Но иногда так, давайте нам, скажем, налейте нашу дрянь, чем вы травите. Или закурит. Ну просто так, чтобы пустить в кольце к небесам. А в общем-то он... И вот это нелепое слово. Никак не верится. Конечно, как у всех, у многих талантливых людей, гостей были свои чудачества и странности. Та же кешечка эта. И вот он всё отчаянно боролся с надвигающимся возрастом, с трелостью своей. Постоянно употреблял какие-то словечки модные среди молодёжи. О, блин, там, наша тусовка. Я говорю, что ты черпалил какой-то молодёжи. Суматься уже долгий. Ты не понимаешь. На свой день рождение, не вздумаю упомянуть, как столько мне лет. Я говорю, гость, я с тобой. И когда он меня представлял, знакомился со своими этими красавицами, а они одна красивый и другой, потрясающий. Я говорю, дядя Лёня был козёл. Ты смотришь, Лёнечка, ты меня в идиотское положение. Гостя отчаянно боролся своей зрелости. Он, собственно, и был подругом-то молодым. И устраивал вот эти все спектакли. Мы-то старые волкодавы видели насквозь все эти его интриги. Говорил, как кукол двигал, так, за ниточками. Но что творилось с сердцами юных девушек? Они же, конечно, восхищены были. Господи, сколько на моей груди плакало его девушек. Влюблялись там. Я ещё был ничего там в 70-е годы. И в коваря влюблялись. Но Костю этого... Его влюбили потрясающе, знаете, что? Просто любили. Они плакали у меня на груди. Очень многие говорили, господи, почему же он идиот не видит? Я говорю, ну он же такой красивый, Костя. Он же всё время устраивает себе сказку. Но я же тоже красивый. Почему же он этого не видит? Господи, сколько этих трагедий произошло. И тем не менее, вот эти спектакли, Костя ведь был очень добросердечный человек. Он был потрясающий друг. Ведь, в общем-то, вот каждый писатель, я думаю, он поживает как бы мы счастливчики в этом отношении. Мы поживаем две жизни – реальную и воображательную. Даже когда всё отвратительно в жизни. Ты же окунаешься в стопку белой бумаги. И никто тебе не мешает нарисовать любую жизнь, которую ты себе представляешь. И мера таланта в какой-то степени зависит от меры ответственности за всё, что происходит вокруг тебя. Вот Костя, мне кажется, он переживал не только вот эту реальную и воображаемую жизнь. Он ещё переживал за всех своих приятелей. Особенно приятельность, конечно. Но переживал страшно. Ведь он же полного московского перетащил сюда. И каждую девушку он опекал. Он устраивал их в институты, на работу. Всех старался личную жизнь их устроить. Это же потрясающие качества. И вообще это определённый дар, собственно, умение объединить разных людей по возрасту, разных профессий. Это удивительное его свойство. Я вот на его поминках сказал, господи, сколько же теперь компания выживает. И действительно, прошло два с половиной года, как-то, я не знаю, молодые ребята и собираются. А вот мы все как-то выпали. А Костя нас всех объединял. Костя, конечно, был романтичем. Он был одним из вот этого последнего поколения, кто в 70-х, 80-х годах всё-таки писал книжки, которые несли добро. Ну, хотя бы давали надежду на лучшую жизнь. Что-то было тёплое в этих книжках. Потом куда-то началась эта чертовня в их каналии зла. Я не знаю, теперешние книжки, потому что я смотрю, это какую-то злую энергетику они несут. Какое-то разрушительное искусство, если искусство вообще. Хотя там и шарлатанство полно. Ну, я не вижу теперь таких книжек, как Костя, не Костя, не Осень, как он говорил, нет такого романа о любви подростков, нет. Кстати, это чепуха, кто думает, что Костя был эдкий, незаземлённый одуванчик, который не знал себе цену. Действительно, он был незаслуженно не оценён, не оценён по достоинству. Потому что как-то так случилось, что в то время большинство писателей нашего поколения все думали о чём-то, о машинах, уже как-то все перевалили, определенные, строили квартиры. А Костя был на это наплевать, он как его дворняги из оврага, жил бездомно, жил то у приятелей где-то в мастерских, то где-то скитался по каким-то квартирам, снимал. И, конечно, вот эти его чудачества, не просто вот насчёт возраста, вот Юрий Руджи Ляшинцев сказал насчёт совы. Это же, да, действительно, это же было. Всех он там возводил ночными звонками, но попробуйте ему позвонить. Попробуйте до двух дня позвонить. Он швырял трубку и говорил, ты же знаешь, я до двух сплю. Костя, конечно, был чудак, но эти чудачества ему давали какую-то дополнительную притягательность. И потом он, конечно, как писатель, да и каждый, собственно, знает себе цену. Костя блестяще знал себе цену. А он, ну что, там утренний трамвай. Ну да, ничего, там Гавария, ну что, а что Гавария, образ создал. Или у него какой-то сюжет есть крепкий. На-ка вот. Он писал мне, когда уже у Грозного он работал, буклет. Я был перечнем всех его исторических книг и последних вещей этих. И в своем университете, я не помню, кто-то предисловие из поляков там написал, что он чуть ли не лучший писатель Европы. Он говорит, вот, на. Или «Дни поздней осени» он считал действительно единственным лучшим романом о любви подростков. И когда Коваль там где-то в какой-то газете написал о всех своих друзьях писателей, так скользь упомянул, что и Костя, вот вроде бы написал «До свидания, враг». Костя страшно взбеленился. «Одни поздней осени» он что, не читал? Костя прекрасно знал себе цену. И это лишь в те разы говорит о том, что он все-таки работал над словом прилично. Ну, конечно, лучшая его вещь «До свидания, враг». Я думаю, что это все-таки, конечно, некое подражание экзюбери принца, полякова принца. Но Костя это сделал так просто, изящно и в такой какой-то романтической ностальгии по-замечательному, что такая вещь, как «До свидания, враг», непременно будет востребована еще через какое-то время, когда пройдет вот эта вся чертовщина, которая происходит сейчас, с этими книжками, которые я говорю, что несут слуиные дети, они разрушительные искусства, это вообще искусство вообще. Собственно, Рейн Хайн, как сказал, шарлатарство сплошное. И я думаю, что вот такие вещи, они всегда останутся в христомате. И это лучший будет памятник. Ну, а то, что мы все его помним, это лучше для него. Пока человеку помнит, он как бы жить. Я, конечно, да и никто из нас не хотел бы здесь заниматься литературоведением, да и личность покойного не располагала к рассуждениям литероведческим, чье влияние он испытал. Я думаю, что он был наделен в Охмановской фантазии, но все это было в таком разнообразии. Он хорошо знал многое, знал мировую литературу, это понятно. Конечно, наш вечер именно в жанре литературного вечера, по-видимому, не удался. Но, может быть, он больше удался в качестве встречи людей, знавших Константина. И, наверное, потребность в этой встрече давно назрела. И хотя мы не могли и не можем его вернуть и воссоздать совместными усилиями, но нам было необходимо его вспомнить. И важно, что не только его жизнь, но и его книги, которые есть неизбежно продолжение жизни. Откровенно говоря, я чувствую большую растерянность сегодня, потому что, может быть, ноша председателя оказалась непосильной для меня на этот раз. По природе я человек застенчивый, но жизнь в Белиссии научила меня некоторому авантюризму и авлобарскому нахальству. Поэтому это хороший способ самозащиты и подспорье для того, чтобы быть председателем музея. Либо на сегодня с утра я думал о непосильности своей задачи, об организации, действительно, этого вечера. О Косте какая-то кашел, говорят, всего этого, что совсем еще недавно было, и невозможно поверить, что ушло совсем. И, в общем, условия этого зала как-то тоже не располагают к строгости обычных литературных вечеров. Нас лишили и техники вдруг, чего я не мог предположить. И вот Леша Паперный не хочет петь в этих обстоятельствах. Почему можно? Не может. Я в душевных силах. Я сказал, что ничего кашелку опять-то, ничего не слышно, а Мир сказал. Не в душевных силах. Леша, ты всегда говоришь, что ты долго ломаешься, а потом охотно ты говоришь. Что ты говоришь, Галя? Гвозь, я всегда говорю, долго ломался, а потом охотно ты говоришь. Поэтому я должен поломаться, иначе это совершенно смысл. Я только не понимаю, чего же я петь-то. Какой петь-то. Я еще прошу, не хватило книг, скажите, я книги не продаю. Не хватило книг, я делаю книги. Так в чем проблема? Я не продаю книги для сражений. Вы можете купить тонну книг, перейдя дорогу. Нет, я просто оброг. Дело в том, что если вы выйдете из ЦДЛ и пройдете к турецкому посольству, то не заходя в него, а перейдя дорогу, вы увидите магазин «Летний сад». И там же, в том же коридоре, находится менее известный книжный магазин «Волшебная флейта». И там находятся эти книги, которые вам продадут по отпускной цене издательства. На этой улице магазин «Волшебная флейта», в том же доме, где «Летний сад». Мне кажется, по-моему, очень хороший получился вечер. Как-то душевно все очень. Я боюсь простых гостей, но ничего. В конце концов, ничего страшного, если я подпорчу мою. Все равно он уже удался. Я не знаю даже, я просто спою пару песен, но, может быть, это никак не связано. В общем, я их и пел и раньше. Может быть, это как связано только с тем, что в присутствии гостей я, может быть, пел когда-то, не раз. Собственно, ничего другого, ничего другограденяющего, не могу найти. Вот. Мне мама советует какую песню. Я спою вот песню, которую, по-моему, угрозим. А что такое? Что-то спорно. Если будет тихо, то вот это тихо сидит. Потому что я их громко не могу. Приготовились зубы, движение руки, Вот вспышка и полный каюк. На картинке мы видим пустые зрачки И осколки фарфоровых рук. На картинке останется плоский стакан Плоский Дима с бутылкой московской Даже плоский и так уже зверь таракан Станет там еще более плоским Будет бабка за нами ходить по пятам, Заметая за нами следы. Но однажды ударит клюкой по губам И положит на губы цветы. Не пугай нас, старуха, фотограф, Скорей мы свои приготовили лица. На картинке останется рот до ушей И никто ничего не боится. АПЛОДИСМЕНТЫ Ла-ла-ла, ла-ла-ла... Мама, скажи, какой следующий? Вот, я спаю, да? Еще один здесь. А под голубыми небесами комары и комарихи говорили, 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 говорили. А в соседнем доме на крыльцо то выходило, то обратно выходило, молодая длинноногая, то стадик, обдущаник, 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 комарих. А я сидел и думал, до чего же моя жизнь легла? Над белым небом, над черным небом. Гори, гори, моя звезда. Над белым небом, над черным небом. Гори, гори, моя звезда. Гори, гори, моя звезда. Это кто это под окнами кривыми каблуками? Как будто звук железный, как будто звук бумажный. Это кто это под окнами там ходит? Это я, Егор Иванович, твой сосед, Егор Иванович. Это я, Егор Иванович, твой сосед, Егор Иванович. Не от должной крапивы, а то нечего суп варить. А я сидел и думал, до чего же моя жизнь легла? Легка, до чего же моя жизнь легла? Над белым небом, над черным небом. Гори, гори, моя звезда. Над белым небом, над черным небом. Гори, гори, моя звезда. Чередую годы побежали, побежали, но не прямо. Кривыми переулками, косыми переулками И выбежали в поле. А по полю шла и пела, длина новая, Марины и махала, на платочках над ней, Телегусь и держали в клевых знамя. На знамя не написано, ага, ага, ага. А я сидел и думал, Дальше, я сидел и думал, До чего же моя жизнь легла? До чего же моя жизнь легла? Над белым небом, над черным небом. Гори, 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 моя звезда. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ БОЕГО АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Скажи легко, и жить легко, и видно небо далеко. Сидим себе на облаках, как у кого-то на руках. То это дым, то это снег, с тобой наверх, с тобой наверх. То это дым, то это снег, с тобой наверх, наверх. Под нами реки, города, гуляют, дамы и господа. Случайный дрозд, увидев нас, перевернулся десять раз. То это дым, то это снег, с тобой наверх, с тобой наверх. То это дым, то это снег, с тобой наверх, наверх. Про любовь. Или не пейте? Они нравились за женщину в июле В угорной ресторана каплучок Кровавые стекали струи В толочок, в толочок Один из них был белокурый ангел На эту землю он с небес летел На золотом, как солнце, бумеранге Он пел, он пел Любимая 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 Они нравились за женщину в уборной По кафелю разбрызгивая кровь Один был белый А другой был черный Любовь Любовь Он был черный Люцифер из ада Он Он тоже счастья и любви хотел И в русская Дым из сада Он 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 Спас А я стою под окнами твоими Который день, который год стою И сердце у меня, как мы, и я Пою, любимая 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 Наши воспоминания болезненные, бесконечные и светлые И много было бы еще стихов и слов по имечествующих случаев Но думаю, что эта песня – это настоящий конец Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ